По данным синоптиков, на этой неделе наконец началась метеовесна. Установились плюсовые температуры. Активно тает снег. Если резкое потепление продолжится, может повториться паводок 2005 года, предупреждают специалисты. Как готовиться к такому развитию событий? Об этом далее. Уровень запасов снега этой зимой выше, чем показатели за прошлые годы. Поэтому и таяние будет обильнее. Чебоксары находятся на холмах. Есть множество рек и оврагов. И они ежегодно обеспечивают безопасность от паводков. Тем не менее, столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям определила 27 потенциально опасных объектов, которые могут в период таяния нарушить привычное функционирование городской инфраструктуры. Сюда входят и районы подтопления. Это вдоль речек, в низинах. Также могут быть разрушены инженерные сооружения коммуникации. Это мосты, подземные коммуникации. Также могут быть оползневые явления по берегам оврагов, по берегам реки Волги. И этот перечень потенциально опасных мест и объектов, он составлен исходя из многолетних наблюдений, различных аварийных и чрезвычайных ситуаций, которые случались за годы проведения на территории города весеннего паводка. Введен режим повышенной готовности. За состоянием этих мест ведется ежедневный мониторинг. Дежурные аварийные бригады перешли на усиленный режим. Один из важных участков находится на дамбе за Овражное. Здесь сегодня проводятся плановые проверки. Перед весенним паводком наши работники службы ГТС очищают водоприемный оголовок, водопустной оголовок. И мы уже с наступлением весеннего паводка осуществляем ежедневный контроль состояния, чтобы не было каких-то посторонних предметов. На данный момент поступление воды пока еще небольшое. Труба в рабочем состоянии, никаких посторонних предметов нет. Горожане также могут оказать содействие при обнаружении опасных природных явлений. Новый номер единой дежурно-диспетчерской службы 1383. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика.